Я приветствую вас на своем канале, и сегодня я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов в моих социальных сетях. Это зачем нужны такие волосы? И это я еще цензурно выражаюсь. А также я сегодня вам расскажу о том, почему я не стригу свои волосы, буду ли я их стричь, какой длины я хочу их отращивать, вообще всегда ли у меня были длинные волосы, хотела ли я их иметь, также про генетику, про выпадение волос, про отношение окружающих к моим волосам, в том числе, как относятся к моим волосам мой муж, а также про слив в ванной, про волосы по всей квартире, ну и многое другое. Поэтому я предлагаю вам начать. Начнем мы с моего детства, это будет правильно. При рождении у меня не было густых волос, знаете, как бывает, когда рождаются малыши, и у них прям вот шапка волос, ну у меня такого не было. У меня были довольно-таки обычные волосики, вот на этой фотографии можно увидеть, как, ну здесь мне где-то месяцев 9 или 10, ну меньше года, и видно, что совершенно обычные волосы. И я считаю, мне очень повезло, что родители меня не изродовали, и по какой-то вот русской традиции не побрили мою голову в годик. Расскажите в комментариях, кого брили в год и зачем. Многие почему-то считают, что если побрить ребенка в год, то волосы потом растут более крепкие, сильные, быстрее растут, гуще растут. Это все вообще никак не связано. В общем, меня не брили и не стригли. Волосы у меня довольно-таки быстро, хорошо росли, они были цветом практически белые и такие крупноволнистые, ну красивые. Вот на этой фотографии где-то мне здесь 2 года и 2 месяца. Для этого возраста довольно-таки хорошие, ну очень хорошие волосы, я считаю. Пока я была маленькой, волосы мне не особо сильно мешали. Мама обычно заплетала мне 2 косички или 1 косичку, и с помощью бантиков поднимала косички сюда и закрепляла их на затылке. Я очень быстро научилась управляться своими волосами. В 7 лет я плела себе уже 2 косички, вплетала в них бантики. А также я в этом же возрасте сама стала их мыть. Мы жили в частном доме, то есть у нас была баня, и я спокойно в тазу мыла волосы, потом сушила, расчесывала. И не помню, чтобы как-то мне это напрягало. Лет в 9 я начала плести косу одну, сама уже. В этом же возрасте мне очень сильно захотелось каре. Я хотела прям коротко остричь волосы. Честно, я не помню, с чем это связано. Я стала прям очень сильно упрашивать маму в 9 лет, чтобы она мне остригла волосы, ну коротко. Она была категорически против, потому что она считала, что я уникальная, что у меня очень красивые волосы. Ей было жалко, конечно, их стричь. Иногда я, наверное, так сильно доставала свою маму, что она просто хватала ножницы, хватала меня за косу и говорила, я сейчас обстригу тебе волосы под корень. Я говорю, нет, у меня коры она нет, или под корень, или вообще никак не стрижем. Ну и все, и мне пришлось смириться с этим. Вот на этих фотографиях в 10 лет видно, какие у меня были густые, хорошие волосы, какая была коса толстая для этого возраста. Вот на этой фотографии, мне здесь 13 лет, я, по-моему, пошла на перекличку в школу, слегка их накрутила. Челка у меня здесь обесцвеченная, модно тогда так было. И на этой фотографии у меня они уже слегка отросли чуть-чуть, а были они короче, они прям были по лопатке волосы. Всего несколько дней я радовала и стрижке, а потом просто пришло какое-то осознание, и я поняла эту потерю, и начали слезы в подушку. Да, я правда очень сильно переживала, и тогда уже поняла, что остричь проще всего, а отращивать потом очень долго. В 15 лет под влиянием гормональных изменений у меня начались проблемы с волосами. Ну, во-первых, начала меняться их структура, они стали более кудрявыми, особенно вот затылочная часть. Тогда же в 15 лет началось выпадение волос, ну, довольно-таки сильное. Это часто так бывает, вот именно под влиянием гормональных изменений. И тогда же пошли уже эксперименты с волосами. Я ополаскивала их отваром луковой шелухи, натирала сок лука, втирала в кожу головы, ополаскивала их уксусом, делала маски с кефиром, ополаскивала их крапивой. Короче, я пахла то супом, то пельменями. Как бы скептически не относились некоторые парикмахеры, трихологи к втиранию лука в кожу головы. Это действенно. В том плане, что мы улучшаем кровообращение в коже головы. Простым массажем такого не добиться. Плюсы из масок от луковичного сока есть, но есть существенный минус – это вонь. Напишите в комментариях, кто делал или, может быть, делает сейчас какие-то домашние маски на основе лука, кефира, может быть, вот яйца еще добавляют. Расскажите про свои маски. Будет очень интересно почитать. Лет 17 я захотела покрасить волосы. Мне захотелось их более такой в темно-русой. Мама купила три упаковки краски. Мы пошли в баню, в холодную. И в холодной бане началось мое преображение. Могут некоторые догадаться, краски нам не хватило. И волосы, и цвет получился такой с проплешинами. То есть середина волос кое-где, ну, в общем, пятна были. Если не приглядываться, то в целом было неплохо. И цвет мне шел. В 19 лет мама предложила мне красить волосы хной. Она сказала, что это полезно, это укрепит их, и волосы перестанут выпадать. Что в тот период, когда я окрашивала волосы хной, они действительно были более плотные, более, сами стержни волос были более толстые, и был невероятный здоровый блеск на волосах. И все было хорошо. Пока я по совету одной из родственниц не стала добавлять йод в хну. Это нужно было для более красного оттенка. И он был, этот оттенок был красивый, но йод очень сильно сушит волосы. И я очень испортила тогда волосы, когда стала добавлять йод в хну. В 24 года я поняла, что я наигралась с хной. Я пошла в салон красоты и попросила мне закрасить каким-нибудь натуральным оттенком. Мне закрасили, ушло на это 5 пачек краски. Цвет был красивый, фотографий у меня, сразу говорю, нет с того периода. Но краска очень быстро сошла с волос. На хну краска практически не берется. Я не знаю, сейчас, может быть, какие-то другие технологии, но раньше, через 2 недели, у меня краска полностью сошла и опять проступила рожжина вся эта. Поэтому я приняла решение отращивать. И постепенно-постепенно я отращивала и срезала окрашенную часть волос, примерно держа длину волос, где-то по талию, может быть, чуть-чуть ниже. И раз в год просто состригала. На то, чтобы полностью отрастить свой цвет, ушло 5,5 лет. То есть в 2016 году, где-то летом, я срезала уже последние сантиметры и полностью уже был мой цвет волос. Потом я где-то полтора года держала одну длину, а в конце 2017 года все изменилось. Я случайно наткнулась на статью в интернете, где говорилось о том, что некая Анастасия Сидорова отрастила волосы длиной 96 см. На этом человеке я останавливаться не собираюсь, потому что дважды по ее вине я чуть не лишилась своих волос. Но однако же, изначально, как только я о ней услышала, она меня своим существованием смотивировала на отращивание длинных волос. Я увидела, что длинные волосы – это очень красиво. Для кого-то волосы по талию уже являются очень длинными. Я же с такими волосами проходила с детства, и не считала, что это очень длинные волосы. Поэтому, когда я видела, что волосы у кого-то метр, и тогда я подумала, что это очень красиво, и я хочу отращивать волосы дальше. И вот получается, что с 2018 года я начала их отращивать. В том же 2018 году я начала вести блог в Инстаграм, и стали мне там попадаться девушки с волосами до пола и длиннее, и у меня был шок, потому что я в жизни таких не видела. И когда я увидела этих девушек, у меня не возникало вопроса «Зачем?». Ну, то есть, как у многих по отношению ко мне, да? У меня не было такого вопроса «Зачем нужны такие волосы?». Я смотрела и восхищалась. Они мне казались какими-то… Ну, эти девушки мне казались какими-то неземными. Вы же замечали, что у девушек с очень длинными волосами чем ближе к кончикам, тем срез более редкий, да? И очень часто бывает, что на конце прям очень редкий хвостик. И поскольку я привыкла к густому срезу, я смотрела на этих девушек и думала, почему бы им не подрезать сантиметров 30? Было бы шикарно. То есть, все то, что мне сейчас пишут, я раньше тоже так думала. Смотрела на них и думала, ну, отрежьте вы 30 сантиметров, ну, классно же будет. Они будут такие же длинные. В детстве я воспринимала свои волосы как очень длинные, и я практически не видела никого с такими волосами, как у меня. Это были очень редкие случаи. И поэтому, когда вот я уже выросла, да, и в Инстаграм увидела... В нашем городе я тоже не видела никого с очень длинными волосами. Поэтому, когда в Инстаграм я увидела девушек с такими длиннющими гривами, и я поняла, что я тоже так хочу, потому что мне это нравится. Ну, я считаю это красивым. По поводу удобства с такими волосами, сразу скажу, никакого удобства нет. Естественно, я не хожу постоянно с такими длинными волосами нигде. Для меня, вот я сейчас вспоминаю, максимально удобная длина была это до 100 сантиметров. То есть вот 100, и они мне не мешались вообще никак. Плюс к этому я привыкла с ними жить, да, с метровыми волосами. Сейчас мои волосы 144 сантиметра, и есть определенные какие-то, конечно, неудобства. Самое главное, это когда, если они распущены, я у себя в квартире, если я наклоняюсь вниз, чтобы что-то поднять, и волосы мои распущены, естественно, когда я поднимаюсь, я практически всегда на них наступаю. Кот может на них лечь. Про повседневные прически, да, что у таких, как я, прически только две. Это гулька и коса. Что я могу сказать? Вы правы. Большую часть времени я нахожусь именно с косой или с пучком, с низким пучком, я делаю его здесь, на затылке. И меня это не напрягает. Я не думаю о том, что это не модно, или это колхозно. Ну, я вообще об этом не думаю. И мне все равно, что думают остальные. Потому что, если мне волосы мешают, я убрала их в пучок. Я захотела, распустила их, насладилась расчесыванием своих волос, прикосновением этих волос к телу. И вообще это очень успокаивает, когда расчесываешь волосы. И весь этот уход, может быть, для кого-то это все муторно, но меня это успокаивает, мне это нравится. Все разговоры о том, что у меня очень много свободного времени, но это неправда. Потому что, ну, сейчас официально я не работаю, да, я занимаюсь социальными сетями. Это было необходимо принять такое решение. Когда я и работала, я точно так же продолжала ухаживать за своими волосами. За всю жизнь у меня было три периода сильного выпадения волос. Это 2010 год, 2018 и вот в прошлом году, да, 22 год. Было в прошлом году, когда у меня волосы прям вообще клочками просто выпадали. И сразу хочу остановиться на том, что многие пишут, какой же у нее слив в ванной забитый, наверное, и волосы по всему дому валяются. Вот. Именно когда у девушки сильное выпадение волос, то тогда волосы валяются везде. Хочу заметить, что в норме волосы повсюду не валяются. И слив в ванной не забивается. Только если волосы выпадают больше нормы, как у меня тогда и случилось. Вот в прошлом году прям очень сильно выпадали волосы, и они валялись повсюду. И слив, да, действительно забивался. Когда я решила проблему выпадения волос, у меня выпадает сейчас очень мало, и на расческе очень мало выпавших волос. И их невозможно у меня найти в квартире. Если у вас так происходит, если у вас быстро забивается слив душевой, или, например, если вы парень, да, а у вашей девушки повсюду волосы, и вы вечно весь в волосах, это повод сходить этой девушке к врачу. Потому что в норме такого быть не должно. Как относится мой муж к моим волосам? В целом он относится нейтрально. То есть он не воспринимает мои волосы как что-то отдельное. Он воспринимает меня, он воспринимает мой образ в целом. И любит меня вот такая, какая я есть. Если я захочу отращивать волосы длиннее, я у него спрашиваю неоднократно уже, на что он говорил, что как ты сама захочешь. Хочешь отращивать длиннее, хочешь отрежь. Он не задыхается ночью в кровати, в моих волосах. Он не вытаскивает мои волосы из супа. То есть нет такого. Его мои волосы не напрягают вообще никак. Как я сплю? Сплю я на кровати. И волосы мои свешены в бок. Они ему никак не мешают. Поэтому... Также мой муж, он фотограф-любитель. И ему очень нравится фотографировать меня в разных образах. Надеюсь... Надеюсь, он не будет смотреть это видео и не знает, что я так сказала. У него просто выбора нет. Куда ему деваться? Конечно, он приходится мне фотографировать. Еще я очень хочу остановиться на генетике. Вот все говорят, что у меня просто хорошая генетика. И хоть что машь на волосы, они не будут длинными и густыми, если там три волосинки. Дело в том, что отращивать волосы в 15-20 лет и после 30-35 лет – это абсолютно разные вещи. Потому что в 15-20 лет у вашего организма много ресурсов для того, чтобы у вас были красивые, здоровые волосы. Их отращивать просто. Раньше мой уход для волос состоял только из одного шампуня. То есть я только шампунем волосы мыла. Никакого ни вальзама, ни маски, ничего не было. Еще я красила их ной. Многие же говорят, что она сушит. Но нифига, ничего она мне не высушила. И пока я не стала добавлять йод. То есть в тот период, 15-25, волосы были чудесные. Я не пила никакие витамины, ничего не делала. Они росли и росли очень хорошо. У вас в 20 лет есть какие-то проблемы, хронические болезни или анемия, или еще что-то. Чаще всего организм находит ресурсы на все это. Потому что организм молодой, ему проще бороться с какими-то неполадками. И качество волос все равно в этом периоде чаще всего очень хорошее. После 35 лет не прокатит, если вы ничего не будете делать. Потому что все ваши огрехи по питанию, по образу жизни, по экологии, в общем, какие-то хронические заболевания, дефицитные состояния, в том числе анемия, гормональные проблемы. Это все практически всегда будет отражаться на волосах. Есть исключения, как и во всем. Например, я знаю одну женщину, которая всю жизнь только шампунем мыла волосы, больше ничего не делала, у нее всю жизнь анемия. И при этом ни одного сеченого волоска, волосы густые, классные. Это исключение. Но чаще всего все неполадки будут сразу отражаться на волосах. Потому что в какой-то момент просто мозг начнет посылать сигналы и будет говорить вот этому всему. Так, почему мы до сих пор кормим этих нахлебников? Они какую-то роль здесь выполняют? Нет. А мы тут, мол, стараемся. Поэтому гоним бездельников и дармоедов отсюда. И волосы все, начинают выпадать. Ухудшается их качество, появляется ломкость, тусклость и все такое прочее. Все, что я делаю сейчас, это не тот посыл для вас, который говорит о том, что вот посмотрите, у меня были плохие волосы, там, редкие, а я начала пить коллаген, витамины, там, масочки всякие, несмывашечки и все прочее, травушки, муравушки. И вот теперь какие у меня густые волосы. Нет. Сейчас я просто пытаюсь сохранить то, что имею. Потому что, если я ничего этого делать не буду, то, к сожалению, мне придется с волосами распрощаться. Хотя бы раз в год стараюсь давать анализы на некоторые витамины, на половые гормоны, на гормоны щитовидной железы, общий анализ крови, биохимию. И стараюсь отслеживать, потому что проблемы у меня бывают и с гормонами, и по железу. Поэтому мне необходимо это отслеживать. Кстати, еще с возрастом укорачивается, чаще всего укорачивается, фаза анагена, то есть фаза роста волос. Все же слышали про фазы роста. И буду сильно вдаваться в подробности. Просто, ну, по-простому, если так сказать, есть фаза сна и фаза роста, ну, и еще несколько других. Но вот, чтобы понять просто весь этот процесс, то есть волос, либо он растет, либо он переходит в фазу сна, которая продолжается в среднем два месяца, и после этого волос выпадает. Потом на месте этого волоса из фолликула растет новый волос. Ну, в норме это так, да? Так вот, фаза роста у всех людей может быть разная. Например, у одного человека фаза роста волос это три года, то есть волос три года растет и затем выпадает. Ну, за три года вы можете максимум отрастить где-то, может быть, 36-40 сантиметров, ну, 45. Все. И это будет ваша генетическая длина волос. При условии, что если вы будете за ней еще хорошо ухаживать, а у другой девушки может быть фаза роста семь лет, соответственно, за семь лет она отрастит волосы длиннее, прежде чем они начнут у нее выпадать. Ну, а есть люди, у которых фаза роста вообще бесконечная, ну, то есть это какой-то сбой, наверное, не знаю, то есть вы же знаете этих людей, у которых волосы под два-три метра. На моих волосах, да, как многие пишут, там, три волосинки. Вообще, качество среза очень сильно влияет на визуальное восприятие густоты волос. То есть, волосы могут быть густыми, но если срез драный, редкий, то будет создаваться впечатление, что волос более редкий, чем он есть на самом деле. И то же самое можем отнести к, ну, не густым волосам, но у них плотный, хороший, ровненький срез, и волосы будут казаться более густыми. Это все вот на визуальном уровне. При моей длине волос кончики, я считаю, хорошие. Единственное, что, конечно, они, естественно, не такие густые, как на уровне плеч, но они у меня не обломанные, не обгрызанные, не сеченые. Разная длина обусловлена, опять же, с фазами роста волос. Не могут все волосы находиться в одной фазе, в фазе роста. Тогда они просто все в фазе покоя, все разом покинут голову. Такое может быть только в каких-то патологических состояниях. А в норме обновление волос происходит незаметно. Те волосы, которые у меня самой большой длины, это такие волосы уже долгожители. Другие, они покороче. Также с возрастом волосы могут стать более редкими, потому что укорачивается не только фаза роста волос, но и укорачивается количество волос, которые могут вырасти из одной волосяной фолликулы. В среднем из одной волосяной фолликулы могут вырасти 7-8 волос. То есть, если волос выпал, на его месте вырос новый, он там растет 5-7 лет, потом выпал, новый волос растет. Но фолликул может исчерпать свои ресурсы, на этом месте уже не будет волоса. И, соответственно, волосы с каждым годом все более редкие и редкие становятся. Этот вопрос, конечно, решаем, но эта тема не для сегодняшнего видео. Итак, подрезаю ли я свои волосы? Когда я отращивала окрашенные волосы, когда они были хной окрашенные, тогда я стригла много, побольше, сантиметров 10-20 в год может быть. Сейчас я их просто отращиваю, длину, и я стригу примерно по 4-5 сантиметров два раза в год. Я планирую следующей весной убрать 10-15 сантиметров. Возможно, я остановлюсь на длине в 140 сантиметров. Сейчас 144. Может быть, я остановлюсь на 140, максимум 150, но не больше, потому что все-таки хочется уже поработать немного над густотой среза. Я надеюсь, что я ответила на большинство ваших вопросов, но еще раз хочу подытожить, зачем нужны длинные волосы. Незачем, просто потому, что мне это нравится, потому что я люблю длинные волосы, я считаю длинноволосы у девушек особенными. Я считаю, что это красиво, это смотрится не только красиво на фото или видео, но и в жизни. Конечно, я не могу все время ходить с распущенными волосами, особенно в ветреную погоду, потому что это будет просто облако запутанных волос, но скажу так, большинство девушек, женщин в повседневной жизни тоже не очень-то сильно блещут разнообразием причесок. Многим тоже проще и с короткими волосами делать пучки, и хвостики, и на улице многие очень растрепанные от ветра. То есть, я не хочу, чтобы вы зацикливались на этом. Просто у каждого свой вкус. И, кстати, то, что я люблю длинные волосы, не означает, что я считаю, будто бы девушки с короткими волосами некрасивые. Любые волосы могут быть красивы. И я могу восхищаться разной красотой девушками с разной структурой волос, с разной длиной, с разной густотой. Но больше меня, конечно, восхищают длинные волосы девушки. Опять же, еще длинные волосы мне нужны не для заработка, как некоторые считают, потому что зарабатывать я могу и с длиной 100 сантиметров. Ну, зарабатывать на рекламе, на волосах, на блоге, да, я могу и с более короткими волосами. Для этого мне не нужно отращивать до пола. Заработок – это совершенно не та причина, по которой я их отращиваю. И еще хочу уточнить один момент. Вы наверняка заметили, что у меня разный контент в обычных горизонтальных видео и в шорцах. В коротких видео у меня больше юмор, какие-то ситуации и советы по уходу за волосами, да, а в горизонтальных видео просто обычный волосотряс и иной раз для некоторых непонятный. Но у меня разная аудитория из разных стран мира, и многим нравится просто смотреть на расчесывание волос, на ну какие-то такие моменты, да, и для некоторых странные. И я хочу сказать, что это нормально не понимать, что происходит и это нормально, когда кому-то нравится просто смотреть на волосы. Я сама очень часто залипаю на видео с волосами. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Я постаралась быть краткой, но в то же время изложить все основные моменты, видео все равно получилось большое. Я буду очень благодарна, если вы поставите лайк и сделаете репост это видео для людей, которые до сих пор задаются вопросом, зачем нужны длинные волосы. Это первое такое разговорное видео, плюс я тут не могла установить камеру, у меня тут не получалось что-то, какой-то свет поставить. И все шло против этого, плюс у меня на середине записи и вообще телефон вырубился, пришлось заново все это устанавливать, тут что-то все позабивалось. Короче, поставьте. В общем, всех обняла, всем спасибо за внимание, пока. Отлично.